Здравствуйте, мои хорошие! Я вас рада приветствовать на нашем видеоуроке. Я предлагаю порисовать дерево счастья. Эта картина не простая, она волшебная. Мы можем рисовать её с разными визуализациями, с разными мыслями, с разными запросами и вопросами. Можно рисовать дерево счастья, дерево любви, дерево желаний, древо рода, всё что угодно. Вы рисуете и исцеляете этот сегмент жизни. Первый наш шаг. Мы берём белую красочку и покрываем нашу картоночку белой краской в любом направлении. Грунтуем наш холстик. Вот так вот размашисто во все стороны. Можно в любом направлении. Можно ровненько вот так вот кладить. Можно под углом. Но, вы знаете, тоже это не случайно, даже как. Мы будем сейчас покрывать краской. Каждый покрывает краской так, каков его характер. Да. Вот такие характеры бывают. А бывают вот такие вот. И всё это сразу в творчестве проявляется. Рисую одну картинку мы рисуем на мастер-классе. Сидит 40-50 человек. И в итоге, вроде как бы всё по шагам, всё одинаково. А у всех получаются совершенно разные, удивительные, уникальные картины. Так, ну вот, первый шаг мы сделали. Второй наш шаг мы будем создавать фон. Вот сейчас заодно научимся, как можно делать фон под любые какие-то вот единичные. Вот у нас, например, дерево здесь. А что угодно, может быть, впереди какой-то силуэт. И мы рисуем сейчас задний фон. Будем как бы отталкиваться от этой картинки. И я вам подсказываю таким вот образом. Вот видим, да, вот здесь вот много красного. Значит, мы в эти места просто кидаем красные точечки. Всё, вот так вот, да? Вот здесь чуть-чуть ещё. Хорошо. Вот здесь у нас оранжевый, да? Жёлтый плюс красный. Это и есть оранжевый. Сюда жёлтенького, значит, мы уже кладём. И сюда кладём жёлтый. Вот здесь вот у нас будет белое пятно. Вот здесь вот у нас будут жёлтые, с чёрненьким, можно даже сказать, коричневые. Вот так вот. И сейчас я помою кисточку, чтобы перейти на голубые и синие оттенки. Кисточку я мою в воде. И тут же вытираю салфеточкой, чтобы не было лишней водички на картине. И сюда мы наносим. Давайте в центр нанесём белую красочку. Сюда голубую и синюю. Видите, всё, мы, соответственно, и наложили, правильно? Сейчас у нас на кисточке синие-голубые оттенки, поэтому мы сделаем сейчас вот этот край. Потом, когда будем переходить на жёлтый, помоем. Значит, сейчас внимательно смотрим, чтобы не перемешивать цвет в единый. Значит, если мы будем долго-долго болтать одним цветом, то цвет станет равномерным. А нам нужно, чтобы у нас были разные оттеночки. Здесь чуть-чуть изумрудный. Здесь почти что голубой-белый. Так? Всё, поэтому долго не взбалтываем, иначе всё перемешается в единый цвет. Здесь у нас пусть будет вот такой чёрно-коричневый. И сейчас я мою кисточку, потому что нам уже вот этот цвет не нужен. Сейчас ещё чуть-чуть, давайте, зелёненького добавим вот сюда вот. Зелёненького. Отлично. Сейчас мою кисть. Переходим на этот край. Всё то же самое. Под рукой должна быть белая красочка. Я даже сюда сейчас её выплесну. Значит, тоже момент. Смотрите, красочку можно покупать акриловую. Вот, акриловая краска, водостойкая. Но самое главное, чтобы она была без запаха. Любая краска пойдёт, акриловая. И это очень экономно. Такой ведёрок стоит недорого. Это экономно. Значит, вот здесь у нас белый. И мы переходим вот на эти оттеночки. Здесь с белым. Белый-жёлтый. Получается, от белого пятна у нас всё светлее. А потом в тёмность переходим. И это мы сейчас соблюдаем. Видите, отлично. Я оставляю так. Я больше здесь не хожу. Иначе цвет перемесятся будет однотипный. А нам нужно, чтобы были яркие пятна. Разные пятна. Вот здесь вот надо понасыщеннее дать. Поэтому мы сюда добавляем красный с чёрненьким. И вот этот край мы сделаем. По насыщенной. Насыщенней. И сюда переходит. Отлично. Так, хорошо. Сейчас я вот эту вот красочку лишнюю даже соберу. У меня много плесканулось сюда. Она сейчас нам ещё пригодится. И вот здесь вот я ещё раз разгоню краску чистой кисточкой. По мазкам следите сами, как вам нравится. Можно и так вот. Очень красиво получится. Я сейчас, видите, по голубой основе похожу. Опять помою кисточку. Я экспериментирую. Я вот так хочу сейчас мазочки плавить. Помою кисточку, перейду на второй фон. С белого начинаю. Смотрите, можно всегда начинать от светлого к тёмному. Чтобы кисть не пачкалась никакой другой краской. Слишком опять не перемешиваем. Потому что голубой плюс жёлтый получится зелёный. Нам это не надо. Вот у меня уже голубой. И мне придётся сейчас кисть помыть. И вот здесь я перекрестиком-крестиком делаю. По ситуации, если вам цвета недостаточно, можно ещё раз внести уже определённые места. Какой-то цвет. Красненького сюда. Отлично. Правда же здорово получилось. И такие мазки, они прям украшают картину. И ещё правило номер один. Мы вовремя останавливаемся. Когда вроде уже всё хорошо, можно и остановиться. Здесь у меня, видите, влетело. Ну и пусть будет. Брызги красные пусть будут. Так, сейчас я помою кисточки. Чтобы у меня всё было чистенькие, сухие кисти. Ну что ж, первый шаг мы сделали. Второй наш шаг. Так, мы берём тоненькую кисточку, вот такую вот. И наносим ствол дерева. Я уже во многих уроках это рассказывала, что ствол дерева наносится очень легко. Мы берём побольше краски на кисть. В данном случае чёрную. И я сейчас просто от тонкой линии иду к нижнему стволу. Примерно серединку выбрали. И вот здесь мы делаем пошире. Кисточка у меня лёжа работает, видите. Можно вот так держать кисть, тоже удобно. Можно вот так. Кому как удобно. Чувствуете? Сейчас наша задача сделать так, чтобы чем веточки выше, тем они тоньше. Самые тонкие ветки мы будем рисовать с самой тонкой кистью. Пока что вот мы вносим-вносим чёрный цвет. Вот эта веточка. И не забываем, что мы рисуем дерево счастья. Можно думать про счастье. Про свои какие-то идеи, желания. Про любовь. Что для вас счастье. И рисуя это дерево, каким-то образом мы сейчас поможем себе каким-то осознанием. Придём к каким-то осознанию. Это обязательно. Это произойдёт даже, может быть, не на уровне ума, а где-то в подсознании. Ну что, хороший ствол. Сейчас мне уже эта кисть стала большовато для тоненьких. И я возьму более тонкую кисточку. Вот такую тоненькую. Это у нас... Кажется, это единичка. Почему-то вот здесь плохо я вижу, не вижу. 0,1 что ли? Хорошо. Мы берём опять чёрную красочку. Можно чёрную с красным. Будет хороший такой, знаете, красно-чёрный цвет. И сейчас делаем тонкую, спокойную работу. Тоненькие линии наносим. И круги, круги. Вот такие вот, раз. Кружочки. Завихрошечки такие. Там-сям. Красненький плюс чёрненький. Размер дерева, количество веток, больших, малых и всего-всего делайте на своё усмотрение. Потому что это всё индивидуально. И никто здесь нам не советчик. Потому что это будет что-то значить. Количество веточек. Их расположение. Это всё важно для каждого из нас. Своё, своё, понимаете? Очень всё хорошо идёт. Тоненькая кисточка. И как порисуем? Значит, есть такой момент. Если краска загустела чуть-чуть капельку воды, и она становится такой жидкой-жидкой, и ей очень хорошо рисовать тоненькие линии. Тоненькие. Самым кончиком. Знаете, ещё такое есть правило. Если наша линия не получилась, лучше даже её не обводить второй раз. Просто не обращайте внимания. Пусть она будет с намёком. Если у нас вот такие палочки торчат, конечно же, мы их продолжаем. И зави-крушечки делаем. Вот даже вот благодаря вот этим вот... Вик. Тоненькие-тоненькие, чуть касаясь. И в окончании веток совсем маленькие, тоненькие завихрёшечки. Отлично. Чуть-чуть жёлтенького можно внести в ствол и перемешать. Можно даже коричневый, если хотите внести. Можно коричневый ствол. Самое главное, вот по стволу вниз-вниз-вниз. Получается такое желтиночка в чёрном цвете. Она то, что надо. И красненького, и жёлтенького. У основания ствола можно сделать вот такие вот корешочки. Что наше дерево плотно стоит на земле. Дерево счастья наше. Сильное. Крепкое. Даже, знаете, можно своим рисунком помочь себе. А вот реально. Что-то такое. Вот завизуализировать доброе, хорошее. Прорисовать. И всё сбудется. Так, ну что ж, молодцы. Правила наши вовремя останавливались. Переходим к следующим шагам. Следующий наш заключительный, можно сказать, шаг. Это наши фигурки на дереве. В общем-то, можете рисовать, что хотите. Какого цвета. Любого цвета. Любой формы. Любого расположения. Опять-таки, дайте себе волю. Вот вы, например, смотрите, здесь голубой цвет. Вот что там хочется. Какой цвет сделать. Ну, например, я взяла розовый. Я беру розовый цвет. И сделаю фиолетовую обводочку. Таким шариком. Ну, вот таким вот образом я сейчас делаю эти шарики. Опять-таки, смотрите, чтобы они были разного размера. Пусть будет разных даже оттенков. Хорошо на желтом смотрится, а фиолетовый. Я сюда кладу фиолетовый. Заодно можно сейчас вспомнить, как сочетание цветов. Что с чем сочетается. Маленькие шарики тоже не забываем. Делаем. Маленькие. Маленькие. Все, сейчас вот вообще прям вот где хотите, то и рисуете. Я сейчас рисую не совсем тонкой, средней, средней тонкой кисточкой. Сейчас я уже считаю перейти на... Последний сейчас поставлю здесь фиолетовый, на желтый. Хорошо, смотрите. Я сейчас перейду на другой цвет. Мою кисть. Салфеточкой вытираю. И перейду на другой. Вот опять сочетание. Что хорошо с красным? С красным сочетается. Зеленый. И мы сюда кладем зеленый. Чтобы он не был таким скучным, можно сделать его с белым. Зелененькие шарики. Разного размера. Можно даже те же завихрюшечки сделать внутри. Завихрение так и... И накидали шариков. На желтом хорошо смотрится. Салатовые шарики можно сделать. Салатовые, но зеленый, плюс желтый. На голубом. Какой хорошо смотрится цвет? Желтый. Выигрышно смотрится желтый. И мы сейчас накидаем желтых шариков. На желтом даже... Ну, давайте посмотрим на желтом. Поставим желтый. Тоже интересно. Крупные, мелкие, разные шарики. Где-то совсем маленькие. И, видите, я делаю не то, чтобы вот так, через один шажок. Не надо. Делайте группами. Где-то много, где-то мало. Кисточку я сейчас возьму тоненькую и сделаю обводку разным. Начну с белого. Пройдусь, например, вот по зелененькому. Можно где-то внести просто точечки даже. Кисточку помыла. Можно где-то сделать сердечко. Почему бы и нет? Фантазируйте. Да, я сейчас сделаю на красном, но пусть будет, чтобы. Сердечко. Сделаю розовую обводочку. Где-то вот здесь можно сделать сердечко. Красные шарики. На зеленом выигрышно смотрятся красные шарики. Опять-таки, разный размер, чтобы не было вот этого, вот знаете, однотипности какой-то. Пусть будут разные размеры. Хотя, в общем-то, никаких правил. Я здесь не хочу никому навязывать. Наоборот. Даже порой меня люди на занятиях не слышат или не хотят слышать, или прослушали. Неважно, да? В результате у них такая уникальность получается. И это классно. Потому что, опять-таки, я вам показываю по шагам. А уж фантазию, творчество. Добавляйте свое. И в этом вся прелесть наших занятий. Что мы не делаем прям стопроцентную копию. А мы что-то делаем свое уникальное. Правда же здорово? Ну что ж, вот такое дерево красивое. Значит, что мы можем еще? По желанию. Покажу сейчас небольшое местечко. Вот здесь я покажу, например, травки. Травки я беру тоненькую кисточку. С капелькой воды. Зеленый. Тут же желтый. Чтобы на кисти было два цвета. И вот таким вот образом. Видите? Расчесываю вверх, вверх, вверх. Чуть-чуть можно даже черненьких. Зелененьких. Синий. И вот такая травка. И вот здесь, например. Синий. И в самом конце желтенькие кончики особенно подсвечены. Вот такая хорошая живая травка получилась. А в самом-самом конце еще по кончикам белый. Тоненькие белые. Учимся рисовать тоненько. Это всегда смотрится изящно. Ничего сложного нет. Просто самое главное. Тонкой кисточкой. Кончиком. Кончиком. И не стремитесь к тому, чтобы в случае недоведения полосочки, пытаться ее второй раз. Вот я сейчас ее здесь не довела. Вот я сейчас буду и второй раз. Не надо. Так будет даже лучше. Берем все кончики потоньше. Если вдруг переборщили. Вот я много белого здесь. Раз желтый. Только чисто потоньше. Все. Можно вот так оставить. Можно сделать красные цветочки. Например. Каким образом можно? Берем красный. На кисточку. Берем вот такие вот овальчики. Потом сверху белый. Кисточку я помыла. Взяла розовенькие с фиолетовым. Здесь я, например, сделала вот такие люпинчики. Пирамидка. Сверху светло. Розовым. Я беру кисточку вот с такой вот жесткой щетинкой. Чуть-чуть беленького. И вот таким вот образом стреляем брызгами. Самое главное, не нужен нам серый цвет. Поэтому, если что, мы помоем хорошенько. Вытираем. Еще раз красочкой. Можно желтенького. Стреляем. Стреляем. С желтенького. И вот таким вот образом. Даже большие капли нам, как говорится, не помеха. На желтом хорошо, на голубом хорошо смотрится. И на красном. Так. Можно еще какой-то цвет на свое усмотрение. Ну вот. Например, сейчас я возьму немножко розовенького. Розовенький, красивый такой цвет. Вот здесь, особенно, где цветочки, можно сделать побольше даже. В конце можно белым. А, еще, знаете, забыла, вот в какой момент мы сейчас сделали. Тоненькой кисточкой мы берем белую красочку. Чистую, чтобы волокин есть. Белую красочку. И мы сделаем вот здесь вот обводочку на стволе. Это дает объем. Просто блики. Со стороны света. Можно с легкой желтиночкой. Можно по веточкам пройтись. Желтым, белым. Чтобы ветки стали не такими грубенькими, а такими нежненькими. И со стороны света стараемся, в общем-то, это делаем. Это подсвеченная кора. Если где-то махнули, лучше лишнюю можно опять убрать. Ну, в общем-то, вот так вот. Здесь можно, если у нас вокруг травка, то и здесь пусть будет. Можно сделать тень синенькую вот где-то здесь. Чуть просто ее показать. Интересно, что фон-то вы можете брать и сделать любой фон. Это мы сделали просто с вами по образцу. А по сути, можно любой фон, любые какие-то дополнительные штучки можете экспериментировать. Ну, так просто я для красоты и здесь какие-то увитости хочется сделать. Молодцы. Можно в уголке поставить красивую подпись, красивые свои инициалы. Любым цветом, любым написанием. Самое главное, своя подпись. Это всегда картину украшает. Еще раз можно пройтись по шарикам. Может быть, что-то совсем у нас высохло и пропал свет. Можно даже вот так взять щедренько и нанести более жирным красочкой. Розовенькие шарики. Экспериментируйте. Если есть желание, можно вообще по шарикам очень хорошенечко пройтись именно вот точечной техникой. Точечной. Это просто берем точки геометрические, по кругу. Картина будет очень интересной. Так вот все, если вы пройдете. А хотите, можно что угодно. Там какие-то, может быть, полосочки внести. Вот здесь мы вообще экспериментируем. Ну что ж, молодцы. Наш шедевр готов. Прекрасная картина, которую можно реально нарисовать на большом холсте, на огромном. Просто вот в интерьере такое дерево, оно вообще даже на стене можно нарисовать. Представляете? Как здорово. Такое дерево счастья нарисовать на стене своей квартиры. На кухне. Вообще класс. Да где угодно. В спальне, где хотите. Можно потренироваться на маленьких картиночках, на маленьких картонках. И, пожалуйста, можно в интерьере сделать себе такое вот красотищу. Поздравляю. Я уверена, у всех получились прекрасные деревья счастья. У всех разные. И это здорово. Могу сейчас просто чуть вкратце хотя бы сказать какие-то основные черты, что они обозначают. И вы понаблюдайте за своей картиной. Что находится у нас слева на картинке? Это прошлое. Справа это будущее. И если вы видите, что здесь больше деталей, значит у вас акцент на будущее. Если здесь, то у нас прошлое. Если все равномерно, то значит все у вас равномерно. Так, что еще? Можно обратить внимание на какой ствол. Если он очень широкий. Широкий внизу. И вообще в обиде широкий. То это говорит о вашей такой устойчивости. О материальной такой твердости в жизни. Это говорит, может быть даже в какой-то степени. О неизгибаемости в характере. Если тонкий ствол, то это говорит о гибкости повышенной. Может быть какая-то женственная, с мягкой гибкостью. Количество веточек тоже многое значит. Чем больше веточек, тем мы как бы многограннее или же любопытнее, любознательнее. То есть везде и везде хотим. Что еще? По цветовой гамме тоже почувствуйте. Каждый цвет, что это значит. И если вы больше уходите в темный цвет, то может у вас такой период в жизни, где вам нужна глубина. Какая-то углубленность вообще понимания вещей. Если очень все светлое, легкое, то такой период может быть легкий, счастливый. Количество шариков или может быть символов, которых мы нарисовали, тоже что-то значило. Еще у нас с этой стороны мужская половина. Считается здесь женская. Когда мы так рисуем, слева женская, справа мужская. Тоже, если у вас где-то больше веток или наклон в эту сторону, то вы как бы больше в этот момент в жизни склоняетесь, может быть, к женскому или к мужскому аспекту. Это может быть в работе, в здоровье видно. Вот, что еще? Ну, по цветочкам внизу и что у вас внизу говорит, что для вас важно, чтобы всегда было рядом с вами. Вашим окружением. Ну, цветочков много. Красота, изобилие. По цветовым даме где-то может быть красный, страсть, синие. Мудрость, знания, поиска каких-то учений. Ну, по веточкам, смотрите. Я сама рисую, не думаю. Сейчас смотрю и вижу. Вот видите, я четко вошла в рамки, да? Я за них не вышла. То есть у меня много как бы вот каких-то тенденций или, как сказать, ну, может, талантов или расположений. Но я все равно себя ограничиваю рамками и что-то меня сдерживает. Судя по тому, что дерево везде воткнулось, но не вышло. Если у вас деревце аккуратненькое, то вы, может быть, ну, как бы полноценно живете в плане реализации. То есть вот сколько вы считаете нужным, сколько есть потенциал, вы, может быть, реализуете его. Или же можно по-другому даже посмотреть. Если совсем маленько делится, может быть, наоборот, вы себя занижаете, как заниженная самооценка. В том числе, да, кстати, вот это вот наше расположение дерева на картинке говорит о нашей самооценке. Вот такое вот тоже, видите, дерево. Такой ствол сильно стоящий, много зелени внизу. Ну, и вот здесь какой-то акцент немножко падает на женскую сторону. И больше веток на женской стороне, а на мужской вот как бы одна такая склоняющаяся ветка. Тоже какой-то, может быть, дисбаланс мужской энергии. Вот я вижу по этой картинке, которую нужно решить. Это прощением, уважением к мужскому началу. В общем, как-то так. Вот. И помимо того, что я вам сказала, с головой эту картинку можно воспринимать даже интуитивно, даже без слов. Просто вот вы смотрите, и в какой-то момент вы сами поймёте, почему вы нарисовали именно так, а не иначе. И это говорит о таком самоанализе, как бы вы вот... И в то же время, вы знаете, можно прорисовать какие-то вещи, которые могли бы быть в жизни, ну, может быть, какой-то негатив. Но вы его прорисуете, и он останется на листочке, как бы решённый. Вот. Ну что ж, мои хорошие, давайте рисовать. Будем в следующих уроках что-то творить ещё новенькое, интересненькое. Поэтому подписывайтесь, не теряемся. Пишите комментарии, задавайте вопросы, пожелания. Буду очень рада видеть ваши работы. Высылайте их. Можно, например, в группу ВКонтакте. В общем-то, не теряемся, друживаемся и творчески раскрываемся. Это очень полезно для души и для тела. До новых встреч!